Всем здорова! В прошлом топе было мало новинок, так что будем сегодня исправляться. Кстати говоря о новинках, а вы уже видели новую анимацию лайка? Если ещё нет, можете проверить прямо под этим видео, естественно нажав лайк. Правда увидеть это можно только в мобильном приложении, но лайк можно поставить из ПК. Приятного просмотра! Ну а начну я с одной из самых крутейших онлайн игр с открытым миром и полной свободой действий онлайн рп, где можно стать кем угодно, от обычного рабочего по типу таксиста и до бизнесмена или даже бандита, захватывая территории, покупая недвижимость, крутые тачки или работающий бизнес приносящий деньги, чтобы ни в чём себе не отказывать и веселиться по полной с другими реальными игроками или друзьями. Например, покупая и участвуя в гонках на реально существующих машинах, включая электрокары, меряясь у кого дороже смартфон, который несёт полноценный функционал, устраивая бандитские разборки или нечто менее криминальное — открытие контейнеров с аукционами. И это всего лишь малая часть, проще говоря, заняться здесь есть чем. Ну а дабы стартануть ещё быстрее, можете воспользоваться моим бонус-кодом FINOM, дающий 120 тысяч игровой валюты на старте, за который можно купить тачку или даже целый дом. И всё, что нужно для начала игры — это просто скачать установщик по первой ссылке в описании и запустить, а дальше он сам подгрузит все необходимые файлы, после чего пишем игровой ник и можно играть. Я сам время от времени залетаю, так что заходите на второй сервер и до встречи в игре, все ссылки в описании. 20 место Rainbow Sixx Mobile. Ну и начнём с новинки, так сказать с пылу с жаром, так как она стала доступна только сегодня в момент выхода этого видео, то есть 3 мая. Правда, только в формате альфа-тестирования, с ограниченным количеством мест и, само собой, только через VPN. Но для желающих сыграть в по сути полноценную радугу с теми же механиками, детальной графикой и всем прочим — это небольшие проблемы. Как минимум для фанатов, да и просто любителей мобильных игр — новость хорошая, а потому и попала в этот топ. 19 место Armored Heist Shooting Game. Но совершенно объективно, в прошлую игру сыграть получится далеко не у всех. Так что очень актуально, что мне посоветовали этот мультиплеерный шутер, походящий, конечно, не на радугу, а на Payday, что для смартфонов тоже очень неплохо. Ведь это кооперативная заруба команда на команду, как в Counter-Strike. Только в роли террористов здесь грабители банка, а в роли контртеррористов — обычные копы, правда с разнообразным оружием. 18 место My Memory of Us. С этой игрой приключилась странная история, так как на стоке, откуда её можно было скачать в формате АПК, она попала гораздо раньше, чем успела появиться в Google Play, из-за чего сразу о ней я и не рассказал. Но теперь, когда она посетила официальный магазин, можно с уверенностью сказать, что это официальный порт ПКшной адвенчуры, с очень глубоким сюжетом, который затрагивает расовую сегрегацию, что отсылает к мировой истории, вместе с довольно весёлым и увлекательным геймплеем с головоломками. 17 место Beers Restaurant. Кстати говоря о довольно душевных играх, это ещё одна, которую мне, как и половину игры с топа порекомендовали вы в комментариях, за что ещё раз всем огромное спасибо. Так вот, здесь нам предстоит стать поваром в ресторане, где подают последний ужин умершим, что уже довольно необычно и напоминает Spirit for R. Хотя бы своей идеей. Только здесь, в пиксельной графике и с мини-играми. Ведь чтобы подать любимое блюдо человека, нужно прожить фрагмент из его жизни, что местами заставляет задуматься о её скоротечности. 16 место Slash of Sword 2. Ранее был момент, когда я рассказывал о первой части этой серии, но недавно вышла вторая, став намного красивее и масштабнее, что, учитывая тенденцию движения мобильных игр к подобию консольных, не неудивительно. В общем, нашего персонажа безосновательно обвиняют в преступлении и бросают на арену как гладиатора. Нам же нужно вернуть честное имя героя, параллельно выполняя десятки разных квестов, которые напрямую влияют на сюжет, сражаясь на арене и прочие нюансы RPG-игр. 15 место. Drive. Несмотря на то, что это, казалось бы, обычная аркада, разве что с выразительной на фоне остальных представителей графикой, мне её продолжают рекомендовать, так как под слоем заурядности скрывается действительно забавный раннер, который за счёт своей простоты способен увлечь каждого. Ведь основная цель – это проехать как можно дальше, чтобы побить свой или чужой рекорд, попутно собирая бензин, монетки и следя за управлением, меняющимся от типа покрытия. 14 место. Torchlight Infinite. Ну и ещё одна новинка, которая изначально вышла только в ЗБТ, но потом разрабы почесали репу и решили пускать всех желающих, так что ссылку, где можно скачать игру, оставлю в описании. Но стоит поспешить, пока тест ещё не закрыли. Если вы, конечно, любите, уже, можно сказать, отдельный жанр диаблоидов, с неплохой за счёт Unreal графикой, в известной всем вселенной, с сюжетом, катсценами и прочим, что опять-таки показывает, насколько мобильная индустрия развивается. 13 место. Kingdom Wars. Как я неоднократно говорил, стратегии – это вообще не моё. Конечно, позалипать в разную классику по типу героев я могу, ну или в разные новые ништяки, как, например, Frostpunk Mobile, который сейчас активно тестится, о чём я рассказывал в прошлом видео. Но в целом это скорее исключение, и тем не менее, благодаря вашим рекомендациям удается удерживать жанровое разнообразие в топах, так как данная игра – это стратегическое сражение против врагов со спавном защитников или прокачкой базы за заработанные очки. 12 место. Shadow of Death 2. Ну а вот что я люблю, так это игры в стилистике боя с тенью, за просто возможность приятно и ненапряжно провести свободное время кромсая врагу. Однако разработчики этой игры решили выйти за рамки привычного хак-н-слэша с таким визуалом, добавив просто феноменальные анимации с красочными добиваниями, обилие разных эффектов с проработкой фона, и главное – добавив большое разнообразие врагов, за счёт чего их уничтожение не надоедает. 11 место. Armored Squad Mech vs Robots. Судя по активу под прошлым топом, где я рассказывал о довольно умелом мобильном клоне Overwatch, многим нравятся мультиплеерные зарубы команды на команду. И в этой игре есть всё, что только можно представить – роботы, сражающиеся на аренных локациях, как с помощью огнестрельного оружия, так и холодного, расставляя по пути турели, передвигаясь как на колёсах, так и с помощью джетпака, и всё это в разных режимах, как дезматч или захват флага. Ну и половина топа позади, так что самое время, если нравятся подобные видео, поддержать его лайком. 10 место. Hot Lab League. Бывает у меня такое, что я нахожу какую-то интересную новинку, но из-за того, что она вышла только в бете, да, я не о всех таких играх рассказываю, а только о самых интересных, чтобы не портить топ, когда бетка закончится. Так вот, такие игры я откладываю на потом, и как следствие забываю на долгое время. К таковым и относится эта игра, являющаяся гонкой а-ля Hot Wheels с такими же причудливыми извилистыми трассами, разными тачками, прокачкой и крутой с закосом под мультяшную графикой. 9 место. The World Legends. Как некоторые уже знают, я решил вернуть рубрику жанровых топов, и на прошлой неделе вышло новое такое видео с играми с крутой графикой, под которым мне и посоветовали эту игру. Ведь даже несмотря на то, что здесь пиксельный визуал, выглядит он действительно приятно, особенно учитывая всевозможные анимации с атаками, комбо и прочим. Ведь жанрово это файтинг на рандомно генерируемых локациях, чем-то даже напоминающий Hyper Light Drifter. 8 место. Delivery Food Sim Japan Osaka. Фанатам японщины, таким как я, должно явно понравиться. Ведь пускай это обычный симулятор доставщика еды, к которым, уверен, успели побывать многие студенты, так что особенно забавно будет играть в симулятор доставщика по дороге к клиенту, доставляя еду. Но тем не менее, всё это делается в японском визуале, притом с некой фотореалистичной графикой, что местами выглядит как-то даже крипово, как например лица людей. Но в целом, антураж и японская атмосфера переданы отлично. 7 место. Boxing Star. Несмотря на то, что я не самый большой фанат спортивных игр, по крайней мере на телефонах. После обзора на Nintendo Wii на техноканале, ссылка на который есть в описании, где я как раз и попробовал виртуальный бокс, моё мнение немного изменилось. Там, конечно, всё заточено на системе управления мувами, из-за чего нужно самому двигаться. Однако и на смартфонах побоксировать с красочными добиваниями и простым управлением с блоками и ударами можно. 6 место. White Trip. Несколько выпусков назад я рассказывал про довольно лайтовый, медитативный симулятор полёта бумажного самолётика, где за счёт приятного визуала с ненапряжным геймплеем и релаксной музыкой можно отлично отдохнуть после тяжёлого дня. И White Trip – это идейный наследник той игры, только в роли самолётика уже птица, которая несёт свет за темняющийся мир, путём сбора светлячков за определённое время, что добавляет всему смысла. 5 место. Pocket Unit. Казалось бы, вышла игра всего лишь полгода назад, а уже имеет огромную базу фанатов и только в Google Play насчитывает свыше 10 миллионов скачиваний. Вот на что способны фанаты Пикачу, которым теперь добавились любители аренных сражений. Так как ключевой геймплей заточен на сборе различных покемонов с дальнейшей их прокачкой, чтобы выйти на арену против такого же реального игрока, побеждать его зверушек, захватывать точки и прочее в соло или в кооперативе, при том в кроссплатформе с Nintendo. 4 место. Endings. Игра погружает нас в очередной лимбоид в мрачном мире, наполненном физическими головоломками и смертоносными ловушками. Последнее особенно опасно для нашей героини, так как она, насколько я понял, сейчас находится между двух миров, и смерть между ними будет фатальной. Но вместе с интригующей историей сюда подвезли и удобное управление, и завораживающий саундтрек. Так что видно, что разработчики вложили душу в своё произведение. 3 место. VR. Legions of Abyss RPG. По названию, может показаться, что это игра для виртуальной реальности, что было бы на самом деле неплохо, учитывая жанр RPG в открытом мире с магией, холодным оружием и опасными подземельями с разными ловушками и врагами. Однако VR здесь в роли сокращения, а не виртуальной реальности, что тем не менее не преуменьшает всё остальное, к чему ещё можно добавить обилие боссов, неплохую графику и оффлайн-режим, что понравится фанатам жанра. 2 место. Mr. Traffic. Уверен, не все оценят приколы данной игры, но я за счёт того, что в детстве залипал в похожую по принципу игру, залипи в эту. Хотя здесь всё намного проще, ведь выступаем мы в роли одинокого регулировщика, определяющего поочерёдность проезда так, чтобы не возникало аварийных ситуаций. И вряд ли это, конечно, научит правилам ПДД, но вот помочь развеяться или убить свободное время она отлично поможет. Ну и первое место. MadRunner. Заканчивать будем, так же как и начинали, мобильной игрой, портированной с ПК. Притом, по случайному стечению обстоятельств, которые хоть и носят симуляторный характер езды по бездорожью, но как и прошлое, вряд ли способна дать практические навыки. Зато, так же отлично убивает время, при том, что рассчитано не на короткие игровые заезды, а на длительные зарубы, при том ещё и в кооперативе, помогая доставлять грузы по труднопроходимым местам. Ну а на этом сегодня всё. Спасибо за то, что досмотрели до самого конца. Надеюсь, нашли себе во что поиграть. Если так, поддержите видео лайком, а канал подпиской. Ну и надеюсь, до новых встреч на старом ютубе.